Информационная служба канала РТВ начинает свою работу в студии, работая Днина Шамуге. Здравствуйте! Британская полиция задержала 23-летнего мужчину по делу о теракте в Манчестере, в результате которого погибли более двух десятков человек, в том числе дети. Перед этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция и служба безопасности установили личность смертника, устроившего взрыв на окрытом стадионе во время концерта. Вместе с тем, по словам главы правительства, власти пока не готовы назвать имя террориста. Она лишь уточнила, что исполнитель теракта был один. Премьер-министр осудила бессмысленный теракт, назвав его ужасной и отвратительной трусостью. Все теракты – это трусливые атаки на невинных людей. Но это отличается особой ужасающей и отвратительной трусостью, поскольку была нацелена на невинных беззащитных детей и подростков, которые должны были получать удовольствие от одной из самых запоминающихся ночей в своей жизни. Мы изо всех сил пытаемся понять искаженные, извращенные умы тех, кто, видя скопление подростков, воспринимает это как возможность для резни. Но мы можем помешать таким нападениям в будущем. Победить идеологию, которая зачастую подпитывает это насилие. Если кто-то еще несет ответственность за атаку, они должны быть найдены и привлечены к ответственности. Полиция и силы безопасности считают, что нападение было совершено одиночкой, но все же надо выяснить, действовал ли он один или был участником более широкой группы. Взрыв на стадионе Манчестер-Арена прогремел накануне поздно вечером. Бомба взорвалась в фойе недалеко от входа, через который зрители покидали стадион. Манчестер-Арена, вмещающая свыше 20 тысяч человек, является крупнейшей крытой ареной в Европе, популярной концертной и спортивной площадкой. Это произошло буквально через минуту после того, как закончился концерт. «Зажегся свет, и бомба взорвалась. Я слышал лишь крики. Одни кричали, это бомба, другие – это просто воздушные шары или что-то в этом роде. Все были в замешательстве, никто не знал точно, что произошло. Звук был очень громким. Все бежали, нам просто хотелось выбраться оттуда. Была давка, люди падали, девочки плакали, и мы видели, как парамедики оказывали помощь раненым. Это был просто хаос». Теракт в Манчестере вызвал резкую реакцию мирового сообщества. Свои соболезнования британскому народу выражают лидеры разных государств. Они заявляют о намерении продолжить совместную борьбу против терроризма. В посланиях большинства зарубежных руководителей особо отмечается, что атака была предпринята против детей. Организаторы и исполнители теракта в Манчестере – дьявольские лузеры. Неудачниками виновников трагедии назвал президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, США находятся в абсолютной солидарности с Великобританией и ее народом. Своё заявление Трамп сделал на западном берегу реки Ярда. Американский лидер провел переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в городе Вифлееме. Председатель ПНА, которого власти Израиля не раз обвиняли в пострекательстве террористов, тоже решил осудить нападение в Манчестере. При этом немалая часть его выступления была посвящена миру на Ближнем Востоке. Абумазан заверил гостя в миротворческих устремлениях палестинцев в отношении еврейского государства. Вместе с тем Аббас призвал к справедливому решению ближневосточной проблемы, которая, по его мнению, возможна на основе принципа «двух государств для двух народов» в границах 1967 года. Приход к власти в США Дональда Трампа, как отметила Махмуд Аббас, дает региону новую надежду на достижение мира. Президент США в свою очередь дал Махмуду Аббасу понять, мир не может наступить там, где поощряются и финансируются террористы. Трамп вновь напомнил о своих встречах в Саудовской Аравии, первой стране, которую он посетил после вступления в должность главы Белого дома. В ряде американский лидер обсудил с главами арабских и других мусульманских государств объединение усилий в борьбе с терроризмом. Дональд Трамп добавил, что был рад видеть среди участников Саудовского саммита и Махмуда Аббаса, пообещавшего тоже бороться с террором. Я намерен сделать все возможное, чтобы помочь сторонам в достижении долгосрочного мира. Махмуд Аббас обещал мне, что он будет работать в этом направлении в сотрудничестве с премьер-министром Нитаньягу. Тот обещал мне то же самое. Но мир невозможен, если террористы получают награду за свои действия. Борьба с террором принесет лучшее будущее. В Ифлиеме мы молимся за это, и я действительно надеюсь, что Америка сможет помочь израильтянам и палестинцам выковать мир, что станет потрясающим достижением для всех. Обещание содействовать восстановлению мира между израильтянами и палестинцами Трамп дал и во время выступления в Музее Израиля. Президент США заявил, что Иран, который хочет уничтожить Израиль, никогда не получит ядерного оружия. Эту мысль Дональд Трамп озвучил и накануне, после встречи с премьер-министром Бениамином Нитаньягу и президентом Ревеном Ривлиным. Он также посетил в Иерусалиме главные святыни христианства и иудаизма, храм гроба Господня и стену плача. Сегодня Дональд Трамп побывал в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме, чтобы почтить память жертв Холокоста. Президента США сопровождали его супруга Мелания Трамп, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, а также премьер Нитаньягу с женой. После церемонии глава Белого дома выступил в рече, в которой подчеркнул, трагедия, настигшая евреев, больше никогда не должна повториться. В ответной речи Нитаньягу говорил не только о миллионах погибших в годы Холокоста, но и о жертвах терактов в последних лет. Администрация Дональда Трампа прекратит безвозмездную военную помощь Украине и некоторым другим странам. В Белом доме считают, вместо того, чтобы давать кому-то 100 миллионов долларов, лучше дать кредитные гарантии на меньшую сумму. И уже на эти средства можно будет купить больше американского военного оборудования. Руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейн подтвердил слухи, появившиеся на днях в СМИ. Вашингтон действительно решил внести изменения в некоторые свои программы. Поправки, впрочем, не коснутся порядка оказания военной помощи Израилю и Египту. Проект бюджета, предложенного администрацией США, сегодня направляется на рассмотрение в Конгресс. Это все новости к этому часу о развитии событий совсем скоро. Оставайтесь на РТВАЙ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова